Не считаете ли вы, что вот в этом симбиозе, если президент честный, не участвует в коррупционных схемах, а депутаты, по вашим словам, это сборище разных людей, не считаете ли вы, что такой симбиоз, это утопия по сути? Может быть нам следует пересмотреть модель управления страной, форму управления? Может быть нам нужен честный, порядочный, но один президент, а все остальные, кто ему подчиняется? Вот здесь тоже очень важный вопрос. Тоже риск есть. Я считаю, что сегодня впервые за все годы независимости мы имеем самое главное, чего нам не хватало. Мы имеем первое лицо, которое может проявить политическую волю, и этому первому лицу нам нечего предъявить. Сегодня ни один человек в стране не может сказать, что Зеленский коррупционер, взяточник, преступник. Ни один. Он руководит страной уже полгода, больше даже, да? И мы не видим ни одного случая, и не знаем ни об одном случае, а сегодня в эпоху интернета, джокеров, разведчиков и так далее, узнается обо всем быстро. У нас нет ни одного, не то что факта, даже догадки, усомниться в честности нашего президента. Это очень важный момент, чего, повторяю, не было еще никогда, особенно в последние годы. И исходя из этого, я могу сказать, что честность президента может стать заразительным примером, в хорошем смысле слова заразительным, для тех, кто его окружает. Во всяком случае, он задает тон. Он сегодня камертон общества, и я повторяю, мы не можем сказать, что он в чем-то, есть такое хорошее украинское слово, схыбов, он ни в чем не схыбов. И я ему желаю пройти так же, с достоинством и с честью, весь свой президентский срок.